Но сейчас о главных темах выпуска более подробно. Отчетные цифры о работе в проделанной городской администрации за 2014 год, непростая экономическая ситуация в стране, пути дальнейшего развития района, выводы и предложения, выступления и вопросы. Более четырех часов длилась расширенная сессия Совета Белореченского городского поселения, на которой глава города Юрий Фисенко читался о работе, проделанной в 2014 году. Минувший год для Юрия Фисенко первый год работы в должности главы города был непростым, но по его признанию интересным и весьма насыщенным. Несмотря на развитие кризисных явлений в финансовой системе, на фондовых рынках, в реальном секторе экономики, сокращением налогооблагаемой базы и снижением темпов роста доходов, в бюджет поступило собственных доходов 184,2 миллиона рублей, при первоначальном плане 176,4 миллиона рублей. Несмотря на общую сложную экономическую ситуацию, город ввел работу по своим полномочиям. Продолжилась реконструкция водопроводно-канализационного и теплотехнического хозяйств, реконструкция развития электрических сетей, газификация городских микрорайонов, строительство и ремонт дорог, установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, санитарная уборка и озеленение. Благодаря росту собственных доходов бюджета стало возможным участие в программах по софинансированию по самым разным направлениям. Расходовать уже собранные деньги, для этого много ума не надо. А задача именно на тот рубль, который в городском бюджете есть, сделать на 2-3 рубля. Поэтому задача привлекать краевые, федеральные деньги, привлекать предпринимателей, руководителей предприятий, крупных, малых, небольших магазинов, просто жильцов, которые могут выйти около себя, навести порядок, покрасить забор и уже город будет краше. В итоге председатель и депутаты городского совета дали удовлетворительную оценку работе главы города и городской администрации и отметили, что дальнейшая совместная работа по развитию города будет набирать обороты. Главное, продолжила депутат законодательного собрания края Светлана Хабленко, чтобы в нее были вовлечены все белореченцы. Если мы будем полагаться только на свои силы, силы активистов, а не предъявлять претензий к каждому, как гражданину, который должен еще как минимум свой коллектив, в котором ты живешь, в котором ты работаешь, с которым ты выполняешь общественную какую-то работу. Весь город, кто живет от малой до великой, должны быть неравнодушными к тому, что происходит в городе. И понимать, что только от нас все это зависит. Эту мысль в своем выступлении продолжил и глава района Иван Имгрунт. Я сторонник играть не в одни ворота, а в двое ворот. Я сторонник, что власть должна быть дееспособная, муниципальная в том числе, власть должна быть открытая, откровенная. Мы должны работать день и ночь, но и в то же время мы должны потребовать с наших сограждан элементарного отремонтировать крыши своих домов, покрасить, отремонтировать забором. То есть, посильный вклад в развитие и благоустройство Белореченска нужно внести каждому горожанину. В свою очередь, районная и городская власть будут решать более серьезные проблемы. В здравоохранении продолжится привлечение врачей путем предоставления жилья. В сфере образования планируется полностью закрыть очередь в детские сады за счет строительства детских учреждений. В конце февраля будет открыт детсад в микрорайоне Северном и до конца года еще два в городе и два детских сада в сельских поселениях. Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, повышение цены товары будет сделан особый упор на производство собственной продукции, а также на создание в районе за год пунктов с сортировкой и упаковкой. Глава района подчеркнул, что если у нас и есть какие-то проблемы, то это наши внутренние и вполне решаемые вопросы. Так называемые санкции, которые объявлены Европой и Америкой, они не влияют в большей степени на наше внутреннее положение дел. Да, повлияло на формирование бюджета, падение цены на нефть. Но это потому, что мы привыкли к нефтяной зависимости. Мы отучились производить средства производства, мы отучились думать, мы отучились работать на земле. И те проблемы, которые сегодня мы переживаем, это внутренние проблемы, наши проблемы. И самое главное, подчеркнул Иван Имгрунт, этот год мы живем под знаком 70-летия Великой Победы. А значит, все наши помыслы и добрые дела будут направлены на созидание, чтобы старшие убедились. Они воевали и возрождали эту страну не зря, чтобы молодые увидели, у них есть хорошая основа, хороший фундамент для дальнейшей жизни и новых свершений. Татьяна Шуляцкая, Артем Кузьмин. События и люди.